Девушки отдыхают Для вас наши мастера Некоторые мастера потратили на создание образов Поверьте мне, не один месяц Я бы хотел отметить несколько моделей Которые ворвались в наш конкурс Свежим дыханием Модель Рыжий соблазн Мастер Людмила Назарова Ну и конечно модель Черно-белый поворот Мастер Снежана Коваленко Что? Что такие грустные, дорогие мои? Две секунды Хорошо соврал Четыре секунды остается до момента Когда на этой сцене появится победительница И Жюри уже сделало свой выбор Первую премию и сертификат С лицензией на открытие Собственного салона А также подарки от спонсоров Ну и специальный приз Повышение квалификации в школе Месье Дюрана Бурные, бурные аплодисменты И победительницей в нашем конкурсе Становится Снежана Коваленко Да, Снежана, именно вы Добрый вечер Пожалуйста, проходите к нам на сцену Мы приглашаем спонсоров Действительно Поистине заслуженная победа Спонсоры вручают подарки Как мне кажется Весьма предсказуемая победа Друзья, ну а мы Традиционно увидимся с вами Ровно через год На этом же месте На этом же конкурсе Спасибо, спасибо большое Всем мастерам Всем моделям Всем организаторам Кто принимал участие В нашем конкурсе Месье Дюран Ну а сейчас Мы приглашаем всех На праздничный Фуршет Месье Дюран Спасибо за возможность Снежана Позвольте вас поздравить Позвольте вас еще раз поздравить То, что вы делаете Очень свежо Шарм и свеженность Да, да Извините Анжела Юрьевна Можно вас на минуточку Да, да Ты что, Снеж? Ты просто удивила меня Своим французским Извините, месье Дюран Один момент Один момент Я жду вас в Париже Надеюсь, у вас будет возможность Приехать как можно скорее Благодарю, месье Дюран Конечно же Это для меня В общем, я очень рада Со мной салют Снежана Снежана До встречи До встречи Я повторю 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 Я люблю Я не прощаюсь Я не прощаюсь Я не прощаюсь С тобой Марин Ты дома? Привет Привет Ну что, тебя можно поздравлять? Ты студентка? Меня нет в списках Как-то нет Ну вот так Один балл Представляешь, мне не хватило всего одного балла Там пришла одна Все вокруг нее бегали Что-то мне Суетились Ну понимаешь, кто прошел, да? Нет Какое-то недоразумение Такого просто не может быть Наверняка что-то напутали Я завтра пойду к ректору И не знаю Буду разговаривать с ним Ну и что ты ему скажешь? Снеж, мы же не в школе Все, я упустила свое бюджетное место Ладно, ничего Я годик поработаю еще Там видно будет А ты что? Десятку-то хоть прошла? Первое место Просто У дети Цветы Лицензии Деньги Ты серьезно? Угу Я тебя поздравляю Спасибо Ну Хоть-ка вот Все хорошо Это очень красиво А знаешь что? Да Ты будешь учиться? Смотри У меня есть сертификат На огромную сумму денег Не поступила на бюджет Поступишь на платное Подожди Ты что хочешь сказать Что ты это все хочешь в меня вложить? Ну а что? Ты прекрасно знаешь мое к этому отношение А тебе нельзя упускать свой шанс Так, нет Стоп Ты и так тянула меня с пятого класса После гибели родителей Ты не поступила из-за меня Хотя могла бы учиться сейчас Вот именно Ты хочешь как я? Давай Завтра идем к ректору И зачисляем тебя На курсы твоей мечты Ура Держи торт Беги на кухню Нарезай И будем праздновать Я тебя люблю Здравствуйте Здравствуйте Вы скажете, 28-я аудитория Это туда? Отлично Спасибо Хорошо Ой, господи Прости Прости, пожалуйста Сейчас Что это? Фабио Сассо Язык программирования Верли Питерс Художественная палитра цветов Марко Дугонди Офигеть Откуда у тебя его автограф? Слушай, прости, пожалуйста Я просто какие-то отрывки в интернете читала А тут все на языке оригинала Где ты это достала? Купил В Штатах В Англии На семинаре в Хорватии Офигеть Слушай, дай же почитать А то что-то в интернете переводом не очень Ну, да, хорошо Даже объясню, если что-то непонятно Класс Ну, объяснять мне, допустим, не надо Я как-нибудь сама разберусь Слышу, а ты с какого курса? Ладно, потом увидимся Так аудитория там А, да Спасибо Спасибо, Мажор Спасибо, Мажор Сладиться можно? Можно Я еще у себя поработаю Если ты не против Конечно, не против Теперь от клиентов отбоя не будет Девочке это надо отметить О, класс Ну, и в общем он вписал в круг все геометрические фигуры А потом выбрал самое интересное пересечение Ну, как элементы Здравствуйте Все готовы? Можем начинать Итак, тема сегодняшней лекции Современный бизнес Я думаю Ни для кого не секрет Что современный бизнес невозможен Без его интернет-продвижения Да и вообще, наверное, ничего невозможно без интернета сейчас А для правильного продвижения необходимо много факторов Свежие идеи Фантазия Нестандартное творческое мышление И, конечно, художественный вкус Вообще, вы должны понимать, что вы сами являетесь художниками Вы создатели бренда Будущие боги Боги для производителя и для потребителей В общем, наша с вами задача, коллеги Не просто создание сайта это как-то мелко И рисование И программирование Правильный выбор текста Шрифта, цвета Даже влияние на психологию человека Все это имеет огромное значение Ну и, конечно, чувство стиля И чувство меры Здравствуйте Здравствуйте Какие люди в нашем салоне Чем обязаны Это же вы пели на конкурсе Там что-то за звездом Блям-блям-блям За мечту Такое, да? Да, это из моего нового клипа В принципе, первого Ну, будет и второй, и следующий Так чем все-таки обязаны? Мне нужна ваша помощь Я немножко хочу изменить имидж Попробовать поэкспериментировать Что-то По адресу у нас прекрасный мастер есть Вы не поверите мне Сейчас как раз для вас есть свободное время Спасибо Ну, вы мне расскажете, чего вы хотите Но я знаю, у вас одна девушка Я хотел бы к ней Присаживайтесь Присаживайтесь А я вот к этому мастеру хочу Можно, да? А вы записывались? У этого мастера эксклюзивная запись Ну так запишите меня Время же есть Вот, познакомьтесь Это Снежана Она с вами поработает Мы знакомы Здравствуйте 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 Я вас слушаю Нет, вот так Ну, вы вообще видели Их сайт профмерии? Да Ну и как вам? Нормально Ничего так Здравствуйте Здравствуйте Ничего так? Серьезно? Вам реально нравится? Прикольнее Серьезно, мама, это как-то фигня, что ли, нет? Все С ума сойти Вы просто гений, Снежана Да ладно Ну это, это, это полный отпас, слушайте Мне было несложно Ну подождите, другой, совершенно другой человек Ну да Спасибо вам большое Можно вашу ручку поцеловать Я даже не знаю, как вас благодарить Но это же, это супер О! Небо касаясь рукой Я ухожу, но с тобой Я повторю, повторю, повторю Я люблю Я не прощаюсь с тобой Спасибо, спасибо Всех, всех приглашаю на свой концерт Это пока не сольник Но! Первое место в первом ряду вам обеспечено А вы знаете, у нашей Примадонны уже было первое место? Это супер! Она достойна этого Спасибо! До новых встреч! Да, Юляш? Ага Да я слышу, слышу Нет, говори, я могу слушать И что дальше было? Ни фига себе Зайка, давай я тебе перезвоню, хорошо? А это что такое? Девушка, вы что сделали? Господи, у меня же с мужем сегодня годовщина Что же он скажет? Как? Вы не переживайте Вы что думаете, что это финальный вариант? Нет, это промежуточной этап Мы здесь затонируем корни Заколорируем концы Все будет иначе Какие концы? Мне что, 20 лет? Вы же специалист! Вы что их с улицы набираете? Ну что вы! Людмила, один из лучших специалистов Давайте я помогу Что случилось? Анжела Юрьевна, на самом деле Я просто хотела как лучше сделать Чтобы была ярче, современней Актуальнее Но если вы хотите Я уже больше ничего не хочу Не надо Вы посмотрите, я же Я же на этом фоне На 10 лет старше Нет, у меня все морщины на лице Ну, простите Значит, мы друг друга неправильно поняли Ну, знаете что? Когда вам будет за 45 Вы меня поймете Где у вас книга, жалобы, предложений Хорошо, не надо Я сыну скажу, он сам на вашем сайте все напишет Здравствуйте Меня зовут Снежана Пройдите, пожалуйста, в мое кресло Я думаю, что смогу вам исправить все Это не займет много времени Присаживайтесь, пожалуйста Обещаю, вам понравится Скажите, как вас зовут? Нина Николаевна Вы будете кофе со сливками или с молоком? Может быть, шампанского? Сейчас я быстренько организую Возьмите кофе Мне даже ходить так У меня куда-то совсем Да Хотела поменять имидж И Знаете, всю жизнь так С дулечкой Ну, что я дома все время Интересно, муж заметит? Конечно Он у меня очень высокое положение занимает Сын взрослый и очень хороший А у меня, значит, наступает Время одиночества Да что вы говорите Посмотрите на себя Какое одиночество Вы молодая, стильная женщина У вас вообще все впереди Самое главное в жизни вы уже сделали Муж, сын Теперь можете спокойно о себе думать Наверняка у вас была какая-то цель Мечта Никогда не поздно Начать все сначала Девочки Так, это вам боже Какая красота Ну, это же другое дело Вам нравится? Вам очень идет Мне нравится Просто потрясающе Отлично Я рада Спасибо, что вы так думаете А я желаю вам удачи У вас золотые руки Спасибо Хорошего вечера До свидания Всего доброго Приходите Приходите еще к нам До свидания И как бы я тебя отпустила Какие Парижи Ты что, о чем ты? За тебя Спасибо тебе огромное Не волнуйся Если что-то в моей жизни изменится То в парикмахерскую я не вернусь Господи, что это за день и день ад Какой-то кромешный Так, премиальные причитаются Работаем, не отвлекаемся Все, будни начались Хорошо, что он – живой грех Сейчас Брежо Ну, сейчас Работаем Пойду Субтитры Пойду Чеснок Пойду Ты что-то Музыка Субтитры Музыка Ай Субтитры Продолжение Хочешь Субтитры Привет, папа. Привет. Мать дома? Да, на кухне вроде. Как успехи? Было сегодня первое занятие в институте. Поздравляю. Спасибо. Норвегию когда? Как проект? Закончу. Мам! Хорошо. Папа пришёл. Мальчики, стол накрыт. Мойте руки и ужинать. Хорошо. Не расстраивайся. Ты же его знаешь, он Ислана б тут не заметил. О! Ну, перестань. Ты очень красивая, правда. Слушай, давай я куплю два билета в театр. Пойдём с тобой вдвоём. Хочешь? Ты ещё платье наденешь, что красивое своё, красное. Которое шло? А когда к тебе на выпускной шло? Угу. Сядем в партере. Мам. Ну, Боречка, не надо меня жалеть. У меня всё хорошо. Всё просто замечательно, прекрасно. Сегодня просто я как-то так… Слушай, а давай я тебя заведу в соцсети страничку. Аккаунт. Так зачем мне этот аккаунт? Ну, как зачем? Ну… Господи. Найдёшь своих подружек бывших, будете общаться. Или смотри, ты же классно шлёшь, можешь сделать свой блог. Я помогу. Мам. Сыночка, ты считаешь, что мне нечем в жизни заняться, да? А при чём ты? Ты… Ты не думай, у меня всё очень хорошо. Папа у нас замечательный, он очень нас любит. А ты мне какой хороший. Просто золотой мальчик, красавица, умница. Востребованный специалист. У меня всё отлично. Вот если бы девушку-то ещё себе нашёл хорошую, я была бы самой счастливой. А этот… Зачем мне этот аккаунт? И подружки тем более бывшие. Иди, ванна свободная, руки вымой. Угу. Чего ждёшь? Иди, руки вымой. Так. Ну, чем побалуешь сегодня? Извини, я сейчас приду. Угу. Угу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, месье Дюран, но у меня изменились планы. Да, да. Я понимаю, что обучение бесплатное, но... Но... Но я не смогу оплатить проживание. Да, понимаю. Нет, что вы. Спасибо, нет. Да, обязательно. В следующем году обязательно. До свидания. Спасибо. Класс. Ты помнишь французский? Примерно. Мама учила, я запомнила кое-что. А что? А кто звонил? Поклонник? Так, какой поклонник? Так, клиент иностранец хотел уточнить, как ему самостоятельно сделать укладку. Расскажи мне лучше, как у тебя в институте дела? Мне очень нравится. Только мне еще нужно купить планшет для рисования и винчестер. Ну, потому что мой ноут вообще уже не тянет. А, боже мой. А еще, если быстренько покушаю, хочу пойти попробовать сайтик разработать. Потому что нам задали одно желание. Ну, не говори с новичным ротом. Хорошо, не буду. Снежечка, можно тебя на минутку? Да, конечно. Извините, секундочку. Пожалуйста, ваш чай. Ой, благодарю. Смотри, я хочу здесь немножечко снаться, как ты думаешь? А вы хотите длину сохранить? Ну, тогда миллиметра два, не больше, не профилируешь. Только после сушки, два раза. Так, да, ничего не профилируешь. Ага, хорошо. А ты уверена, что два? Два. Хорошо, спасибо. Не за что. Извините. Ну что, лекция на сегодня окончена. Спасибо за внимание. Борис Александрович. Борис Александрович. Да? Я наконец-то решилась извиниться. За что? Ну, как за что? Я на вас налетела тогда. Я же не знала, что преподавать. Да перестаньте их выпасть. Не переживайте. Что-то еще? А я, кажется, обещал вам книги. Да. И это тоже… У меня есть маленький вопросик. А я разве не отвечаю на все вопросы на лекциях? Да. Ну, а если это личный вопрос? Ну, что значит, личный? Ну, то и значит. Господин преподаватель, разрешите обратиться к вам, так сказать, по личному вопросу? Пожалуйста. Правда? Смотрите. Значит, вопрос в лосочек. Сейчас я вам все покажу. А, нет. Давайте лучше сначала. В общем, я обожаю Рене Лалико. Ну, вы знаете, это французский ювелир и дизайнер эксклюзивных коллекций флаконов для парфюмерии начала 20 века. А также украшения для автомобильных радиаторов. Да. И это тоже… Ну, как бы, кому что, понимаете? В общем, компания Лалико сейчас занимается предметами декора, работает в арт направлении. Ну, там, парфюмерия, ювелирка. Вот. И я, в общем, посмотрела их сайты. Ну, и что? Ну, они как-то не очень. В смысле? Вы только начали учиться, уже хотите сразу поменять весь мир? Не рановато ли? Ну, нет, ну почему поменять мир? Мне просто интересно, мне просто хочется разобраться. Вы же сами говорили, что мы как боги, правильно? Что мы должны вершить, что мы должны создавать, так? Так. Верно? Вот. И, собственно, по этому поводу, может, глянете хоть одним глазком? Как пират, то так? Да, можно как пират. Обязательно. А послушайте, у вас в электронном виде есть что у вас с бумажками позавчерашний день? Ай, ну я бы с удовольствием перенесла это в компьютер, просто он и так не дышит. А так что? Ну что, интересно. Ну, много интересных решений, надо покрутить, подумать. Правда? Вам нравится? Да. Да. Слушайте, так, а может, поможете? Давайте так, вы перенесете все на флешку. Ага. И мы поработаем. Класс. Хорошо. Все, я так и сделаю. А почему вы считаете, что это личный вопрос? Ребятам тоже было бы интересно. А, ребята и так говорят, что я профессор, так что это лично мое, ладно? Спасибо. Это что такое? Простите, я не понимаю. Сейчас. Я… Что? Я… Вы что сделали? Я не знаю. Я все как обычно сделала, просто… Это что такое? Она взяла Юрию. О, Боже. Чего ты овешь? Что такое? Что такое? Это что такое? Я не понимаю, брат, простите. Вы посмотрите, что происходит? Я все как обычно сделала, я не понимаю, почему так… О, Боже. Она специально к тебе записалась. Понимаешь, чья-то жена? Я знаю, чья. Уйди из глаз. Виктория. Вы понимаете, что вы сделали? Ко мне домой приходят, к нам приходят продюсеры, поэты, режиссеры, дипломаты. Как я вот… Боже мой, как… Это что такое? Да я же… Да я же на ваш этот дурацкий конкурс повелась. Вы мастер высшего класса, да? Я вижу… Да, Анна виновата. Каким вы местом… Местом, каким зарабатывает… Виктория, Нила, возьми это, Валерия. Выпейте, моя помощь. Коваленко, выйди вон отсюда. Ты мне две недели будешь унитазы драить. Вон из зала. Виктория, моя дорогая, давайте все решим без суда. Без каких-либо заявлений. Я не знаю, как вы будете это исправлять. Да. Я пойду на вас в суд за моральный ущерб. Понятно? Мы все компенсируем. Каждая копеечка. Вон пошла, рот закрой, чтоб я тебя не видела. Боже, что вы сделали? Вы понимаете, она из своего кармана все заплатит. Моя хорошая. Давайте успокоимся. Людочка, работаем. Прекрасный мастер. Вы знаете, у нас лучший материал, у нас профессиональная косметика. Мы сейчас все исправим. Людочка. Боже, привет. Это какой ежик. А вы не переживайте, это я так неудачно пошутила. Правда, я так шучу ее по-дурацку. Знаете, мы сейчас ламинируем, кератином обработаем. Будут как новенькие, даже лучше. Не переживай. Ой, все будет хорошо. Пейте, пейте, пожалуйста. Сейчас я коньячок, сейчас я коньячок принесу. Так, давайте, давайте. О, что вы делали? Не переживайте. Сейчас все исправили. Боже, как у нас будет все стильно здесь. Вы доверьтесь профессионалам. Боже. Вы знаете, вы даже так моложе выглядите, поверьте. Вы знаете, как десять лет, как рукой сняла. Вы что, с ума сошли? Под колеса бросаетесь, девушка. Вы что, жить надоело, что ли? Спасибо. Вы что делаете, ну? Извините, пожалуйста. Вы целы? Случайно, да. Вы целы? Все нормально. Да-да-да, вы можете ехать, я не имею претензий к вам все. Какие претензии? Слушайте, по сторонам надо смотреть. Ну, как так? На дорогу сбегать надо. Слушайте, может, вас домой подвезти? Зачем? Что значит, зачем? С вами точно все в порядке? Что-то случилось? Случилось, да. Ну, просто оставьте меня в покой. Так, тихо-тихо-тихо. Давайте, давайте, успокоимся. Хотите чай? Хотите чаем с лимоном, с пирожками? Давайте, любите пирожки? Не, не ем пирожки. Ничего страшного. Ну, что вы, что вы едите? Просто чаем без пирожков. Девушка, ну, нельзя же так, ну, серьезно. Тихо-тихо-тихо. Пожалуйста. Спасибо. Я согрелась. Согрелись, но не успокоились. А как вас зовут? Да, кстати. Снежана. Значит, красивое имя. Я Виктор. Не хотите рассказать Снежану, что же случилось? Зачем вам это? Ну, все-таки интересно, почему такая красивая девушка бежит, не разбирая дороги? Это из-за мужчины? Вас обидели? Нужна помощь? Нет, это не из-за мужчины. Просто, да, обидели на работе. У вас там что, звери? Я парикмахер, астилист. Высшей категории. Но сегодня что-то пошло не так. Я не понимаю. Я не могла ошибиться. Чего вы смеетесь? Нет, извините. Просто это немного странно. Из-за конфликт на работе бросаться под колеса. По-вашему, из-за мужчины лучше, что ли? Ну, как-то логичнее. Не знаю. Мама. Если честно, я... Никогда, ну, не мечтала копаться в чужих волосах. Так просто получилось. Мы с моей младшей сестрой рано остались без родителей. Ну, мне пришлось идти работать. В общем, стало получаться. Людям очень нравилось то, что я делаю. Мне было приятно, что им нравится. Поэтому как-то так оно... Ну, если когда-нибудь у меня будет муж, то он навряд ли такой, от которого мне захочется сбегать. Ладно, извините. Вам, наверное, все это не очень интересно. Да нет, очень интересно. Перестаньте. Кому может быть интересна парикмахерша? Я сама себе не интересна. Ну, что вы, сегодня встретить хорошего парикмахера – это большая редкость. А в каком салоне вы работаете? Энджел Бьюти. Ну, спасибо. В ближайшие две недели мне предстоит занимать высокий пост уборщицы. М-м-м. Да. Ну, ладно. В общем, спасибо, что вы меня спасли. Я не буду вас задерживать. Пойду. Может, я вас подвезу домой? Да нет, не стоит. Доберусь сама. Спасибо. Да. Мне было бы приятно. Не беспокойтесь. Приятно было познакомиться. До свидания. – До свидания. – До свидания. Привет. Привет. А ты чего так рано? Я… Я даже ничего приготовить не успела. А я сбежала с работы. Меня перевели в уборщицы. И еще будут вычитывать деньги за моральный ущерб. Так. А что ты такая веселая? Хочу грустить. Земля вертится. Все нормально. Вот, кстати, сегодня утром забежала, купила, пока всей этой ерунды не случилось. Лови. Снежа. Лови. Я теперь все смогу сделать. Угу. Спасибо. Давай споем. Давай. Скажите девушке, подружке вашей, что я не сплю ночей, а не мечтаю, что всех на свете она милей крашит. Ну, что ты дуешься? Я же должна была как-то отреагировать на вчерашний инцидент. Да ладно, мне не сложно… Точно? Точно. Значит, улыбнись. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Чем мог быть полезно? Хотел бы постричься, если есть возможность. Очень хорошо. Вот у нас есть прекрасный мастер, Людмила Назарова. Финалистка международного конкурса стилиста парикмахера. Наверное, произошло недоразумение, потому что мне рекомендовали победительницу. Извините, всего хорошего. Погодите, ну что вы так сразу. Конечно же, у нас работает и лучший мастер года. Правда? Конечно. Снежаночка, познакомьтесь. Снежана Коваленко, победитель международного конкурса. Очень приятно. Ну что ж ты в халате? Вот такая чистюля. Представляете, решила прибраться. Милая, для этого и специально обученные люди. Мушучка возьми. Давайте вашу пальто. Спасибо большое. Присаживайтесь. Ваш мастер сейчас подойдет. Спасибо. 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 Ты не пожалеешь. Я всегда буду любить тебя. Мне нечего тебе подарить. Ты мой лучший подарок. Спасибо. 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 Я мечтала, как утром сама приготовлю тебе кофе. Теперь я сам буду готовить тебе кофе. Всю жизнь. Как в кино. Ты мне снился. Я тебе снился, потому что я всю ночь смотрел, как ты спишь. А давай ты сегодня прогуляешь? Не могу. У меня инвестора. Целый год с ними договорился, как на зло их именно сейчас принесло. Хорошо хоть свадьбу дали отыграть. Ну, ничего. Мы с тобой обязательно поедем. Свадебное путешествие. Италия, Париж, какой-нибудь Теплое море. Куда ты хочешь? Не знаю. Я нигде не была. Ничего. Теперь побываешь. Теперь твоя жизнь и сплошный отпуск. Достаточно наработалась. Теперь будешь отдыхать где хочешь, сколько хочешь, когда хочешь. Ой. Надо бежать. А Женя? Прости, не знаю, кто это. Алло. А можно поподробней? Ну, я сейчас свободна, да. В салоне уже не работаю. Ну, мне надо подумать. Я вам перезвоню. До свидания. Кто это? Представляешь, Академия парикмахерского искусства. Предлагают мне преподавать. Ну, это что? Они видели меня на конкурсе, им очень понравилось. Вообще, это очень престижно, но я не знаю, что ты об этом думаешь? Да здорово. Только ты опять будешь копаться в чужих волосах. Слушай, я тебе не хочу ни с кем делить. Снежочек, может, схватит уже работу с парикмахером. Будь непрестижным. Меня коллеги не поймут. Ты же и не сердишься? Понимаешь, для меня очень важно то, что между нами произошло. Наша семья, наше будущее. Твое здоровье, в конце концов. Но я не хочу тебя ставить перед выбором. Ты знаешь, а я не хочу ничего выбирать. Просто откажусь и все. Я сегодня бегу в час. Приезжай. Я пришлю в машину. Я не хочу тебя. Здравствуйте. Это Снежана. Я вам обещала дать ответ. Вы только что звонили. Уже подумала, да. Приняла решение. Я не хочу у вас работать. Извините. До свидания. Снежана. Привет. Привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я открою. Да нет, ко мне. Мам, мам, у меня вне классное занятие. Я… Открою. Босс, ну вы даете. А как же медовый месяц? Или не гранит? Алена. Давай без фамильярности. Да ладно, мы же здесь одни. Ну и что? Это не имеет никакого значения. Никакого значения? Совсем? Ладно, ведь я ни на что не претендую, как и договаривались. Но ты мне кое-что обещал. Что обещал? Забыл. Поездку в Рим. Ален, что ты несешь? Я уже женат. Он женой даже никуда не ездил. Ну и замечательно. Начнешь новую жизнь, а закончишь старую в Риме. Так, Алена, послушай меня внимательно. Я благодарю тебя за все, что было, но между нами все кончено. Это ясно? Ясно. Ясно. Подожди. Не обижайся. Ладно, хорошо. Давай туда и обратно. Ладно, пойдем. Иди ты первый. Кстати, вот эту книжку выбрала. Можно? Ну да. О, благодарю. Смотрите, я, в общем, принесла все, что вы просили. Тут есть на эскизах, у меня в планшете, но в основном все на флешке. Вот. Сейчас я… Целый арсенал. Я думаю, флешки будет достаточно. Да? Ты не понял? Да, вот тут еще. Да. Да. Угу. А вы уверены, что хотите заниматься созданием сайтов? Маркетингом? Маркетингом? Ну, маркетингом, как угодно. А что, все так плохо? Ну… Слишком много креатива. Я бы даже сказал, самодеятельности, что ли. Вот. В дивергентной стадии довольно много вариантов, а в конвергентной их практически нет. Ну, и вы используете в основном растровую графику. Слушайте, ну, мне кажется, что вот она как раз-таки креативнее и даже как-то посложнее, чем векторная. Вы уж меня простите, пожалуйста, за слово «креативность», ну… Как бы я просто не искала легких путей, вот. Мам, ну, мы только начали. Или… Угу. А, нет, спасибо, что вы. И вот так ваше время занимаю. А мне еще к сестре бежать надо, она мне два месяца как замуж вышла. Вот сегодня праздничный ужин устраиваем. Здорово. Спасибо. Нина Николаевна. Нина Николаевна, да, я… Давайте заниматься. Спасибо, мам. Спасибо. Да. Как же все-таки у вас хорошо. Сама себя завидую. Виктор замечательный. Когда уже наконец свадебное путешествие? Два месяца прошло? Он сами не понимает. У него столько дел. Представляешь, сразу после свадьбы уехал на конференцию. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Давай. У-у-у. Каждый день новые вещи, украшения, цветы. Класс. Слушай, ты же хотела учиться. Ты мечтала. Пусть он вместо всего этого барахла лучшее обучение тебе оплатит. Знаешь, я так счастлива сейчас. Ты не помнишь уже, родители умерли, все же, но мне осталось. Я не говорила тебе, но я постоянно находилась в каком-то напряжении. Я должна была все контролировать, заботиться о тебе. А сейчас я осознала и почувствовала, как это, когда не ты заботишься постоянно, а заботиться обо мне. И я как-то так вот от этого расслабилась и поняла, что есть какие-то вещи, которые важнее, чем карьера. Так-то я за тебя очень рада. Вообще раньше никак не упрутся. Жаль. М-м-м, как пахнет. Ой. Привет. О, гений компьютерной клавиши. И ты здесь? Да. Ужинать будем? Конечно. Ёлочки готовы. Давай, давай. Ну-ка, иди сюда. Ой, спасибо. Не торопись. А что у нас здесь для голодных сыплят? Что это такое? Ты же Минчестер. Спасибо. Ты как узнал? Он все знает. Даже страшно. Хорошего дома. Спасибо. Держи. Налетай. Я сейчас. Интересно. Идем на нем с тобой. 멍ета во тьме. И никто не подскажет мне тебе, не мне. Где свет, а где полночи сладких нежных фраз Где любовь, и где боль Что вновь разлучит нас Не знаю я Это счастье наше и ложь Виноват во всем проклятый Дождь затмения Я скоро Здравствуйте, кто у нас в гостях? Боже, я так вас рад видеть Здравствуйте Куда же вы исчезли, моя спасительница Я пытался записаться к вам, но в салоне сказали, что вы там больше не работаете Потому что я уже с залом Класс! Кстати, мой муж Ух ты! Супер! Супер! Ты как? Я люблю тебя Ты так и будешь молчать Я же не понимаю, что с тобой происходит Хочу тебе как-то помочь О чем вы договорились? С кем? Что он от тебя хотел, а? Вы вообще давно знакомы? Кто он тебе? Кто? Кого ты имеешь в виду? Того мальчика, с которым я танцевала? Так я его просто стригла И придумала ему имидж Он меня за это благодарил За что благодарил? Я не понял За что он тебя благодарил, а? За что благодарил? За имидж! Я не понимаю Я не знаю Почему ты себя так ведешь Почему ты себя так ведешь? Что я такого сделаю? Я не понимаю Я не могу с тобой разговаривать В таком токе Я ухожу Слежала, слежала Прости, прости Прости меня Радная, прости, прости Прости, пожалуйста Я дурак Я Я тебя напугал, а? Радная, прости меня Прости, что мне Что мне Что мне сделать? Я не могу тебя потерять Я слишком тебя люблю Я просто подумал, что вдруг Вдруг Ты исчезнешь И Я не смогу Понимаешь? Я Я этого не вынесу Я поняла Я поняла Все будет хорошо Все хорошо Мы это уберем И Все будет хорошо Я не злюсь на тебя Прости Стой Этого больше не повторится Я тебе обещаю Просто одна мысль, что ты могла Я не могла Я тебя напугал, прости Все хорошо Все уберем Коллеги, а вы знали, что у Алиска Пока Все, пока Коваленко Здравствуйте Здравствуйте Вот Вчера ушли Забыли Точно, я забыла вытащить Спасибо А у меня все равно что есть, смотрите Подарили Мне теперь точно все поместится Круто Поздравляю Спасибо Ну все, хорошего дня Счастливо Борис Никасарович, я же совсем забыла Я на самом деле там немножко доработала Вот Исправила И я бы хотела прийти Снова вам показать Мне важно ваше мнение Ну конечно Приходите мне самому, с вами интересно Да? Отлично Спасибо большое До свидания А вы, коллега, не промах Не понял Ну все, вы поняли Хорошая девочка Давай, давай, давай Так Ага Вот чуть-чуть Все, лучше, лучше, лучше О! Ну слушай, ты приожди на меня, Ваня Пусть Ну да Добрый день всем Просим прощения за опоздание Ну и мы с супругой Здрасте, какие милые собачки Так, ну О, а я к мужчинам А можно мне на руки взять одну? Спасибо Очаровательный у Витька по ритмаке, что сам буду ее подстрелить Не наглей, не первый в очереди Да, конечно, только после вас, Николай Степанович А вот Николя нам ее и приведет Ну, ну Добрый день Виктор Николай Степанович Приветствую О, с покупочкой Да, спасибо Не желаете опробовать? Обязательно, а как же Николай Степанович, спасибо Спасибо Господа Повторите успех Мама Я проведу жену пока Вить Здравствуйте, Светлана Анатольевна Да Прекрасный выстрел О, спасибо А я смотрю, ты, Витюша, действительно остепенился Поздравляю Спасибо Ты знаешь, действительно хороший выбор, а главное надежный А поможешь мне по старой дружбе записаться к ней на стрижку? Что я слышала, она выиграла, типа там какой-то конкурс парикмахера Моя жена больше не работает Что ты говоришь, какой заботливый муж Жаль, очень жаль Ничего, не жалейтесь, Светлана Анатольевна Оп Снежала, вы просто фея Русалка Хотите я вам что-нибудь выпить по снесу? Нет, не стоит, спасибо Да вы не стесняйтесь Мы здесь все свои, как родные Идемте Идемте, идемте Вы же еще не со всеми знакомы? А хорошей жене положено знать окружение мужа У нас тут свои законы и правила Но я вам раскрою все секреты Вот, познакомьтесь Здравствуйте Олег Прекрасная шляпка у вас Максим Очень рад познакомиться Собачка у вас такая Это не моя Тысяча извинений, но мы с женой вынуждены вас покинуть Ну, надеюсь не последний раз Всего хорошего Счастливо Витя, что происходит Я дурак, дурак Я дурак, дурак Ну, ударь меня, слушай Ну, хочешь, ну ударь меня Ты уже обещал Что я опять сделаю не так Ну, ты не понимаешь, они, 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 они всем Никому нельзя верить А ты такая Такая у меня беззащитная Такая Доверчивая Тебя так Легко обидеть Ты смеялась, улыбалась Я, я чуть с ума не сошел Сошел Да, я схожу с ума от одной мысли Что ты можешь меня предать Бросить Послушай Я так долго тебя искал Я виноват, я виноват Ну, счастье мое, ну, прости меня Ну, ты знаешь, ты, ты, ты научи меня А? Научи меня, я, я пойму Ну, что ты говоришь Ну, видишь, он такой Ну, я стараюсь, правда, я стараюсь Я смогу, ну, поверь мне Ну, прости меня Ну, что ты тут на диване сидишь Холодно Ну, эти руки совсем холодные Пойдем Ну, прости меня Ну, пойдем 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 Сходи Может, прогулись куда-нибудь Ну, ты все время дома сидишь Слушай, сходи Купи себе Все, что захочешь, а? Давай Сходи Тебя очень прошу А вечером Мы устроим праздник Да? Давай Прости Прости меня, пожалуйста Прости Прости Ты простишь меня, ну Ну, скажи, что да Ну, значит, мне ниже Ну, ты меня правда простишь Ну, скажи, да Да Спасибо Спасибо Я тебя очень люблю Слушай Я тебе еще докажу, что я не идиот И никакой не тиран Классно подошло в цвет платья А как это вообще возможно? Ну, а как? Здрасте Снежана Привет Проходи Это же макароны называются, да? Пирожные эти? Ну, что ли, ну, какие макароны? Это что, из пещеры? Это макаронцы Снежана, сюда проходи Давай, в центр, как важное гости Ну, что? За тебя За вас За тебя Мы же сказали, за тебя Ну, а что ты? Возвращаться к нам собираешься? Ой, нет, нет, нет Нет Чего? А, почему? Чего так? Просто на мне дом Некогда Я готовлю Ну, да, за цветами ухаживаю А, да, цветы, это же святое Цветы, это же огромный кусок работы Да ладно, типа Расскажите лучше, как у вас дела Ну, что, Людка в Париж укатила на твое место Месяц уговариваю этого француза А он все про тебя спрашивал, понимаешь? Так что она теперь у нас парижанка Угу Анжела Юрьевна, там и к Маше клиентка Маш, давай Не буду вас отвлекать, пойду уже Сиди, 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 сиди Галочка, пожалуйста, прими Маш, у меня тоже запись Мы сто лет не виделись, прошу тебя Будешь должна Ну, что ты поникла? Пусть работает новенькая Хочешь, я тебе прическу сделаю? Вот И правда, пришла такая взъерушенная, беспокойная А Машулик тебе причесочку сварганит А ты поделишься секретом своей неожиданной встречи Какой встречи? Неожиданной Ну, это же стрижка твоя фирменная так называлась Ты что, забыла? Снежечка Я ее, конечно, сто раз пробовала повторить Никак не получалось Нет, Машечка пробовала, а у нее никак не получалось Как для любимого мастера, Машулик тебя обслужит бесплатно Да, Машулик? Конечно, без проблем Ничего себе, ну не надо соглашаться Ну, давай за тебя И пойдем Все по болтам давайте Я звонил тебе сто раз Где ты была? С кем? Для кого ты так выявилась, а? Снежана, я тебя просил Ну, я же тебя умолял Я весь день как на иголках, я работать не мог Послушай, ну я ж тебя просил, детка Я так ждал этот вечер Посмотри, я Посмотри, ну вот, видишь Ну вот, ну смотри, ну я Вот я тебе купил, ну Детка, ну прости меня Ну прости меня, пожалуйста, ну прости меня Прости меня, пожалуйста, ты меня слышишь? Снежана, ну прости меня Прости Прости меня Привет, поросенок Привет Что ты тут устроила? Совсем без меня не справляешься Ну? Ой, я соскучилась Я тебе говорила давно уже Надо вырабатывать привычку следить за чистотой Ты только этим питаешься Да Давай, бери швабру в руки, будешь мать полы и я помой к нам А ну погоди А что это у тебя такое? Да ничего такого, ударилась просто и все Ударилась? Так это же следует пальцу Глупая история Ты хочешь что-то слушать? Ну Женщина какая-то в магазине, помешанная на шмотках Думала, что я ее платье хочу купить А взяла и меня схватила, оттащила, да и все Тебе вот только заговорить меня и не заниматься делом Давай Подожди, ну я думала мы сейчас с тобой попьем чай Мы сядем, я тебе покажу свои новые работы Давай придешь к нам и покажешь Мне в шесть надо быть дома Так что… Почему шесть сейчас за комендантский час? Просто я еще не разобралась в каких-то моментах семейной жизни Все хорошо Давай Швабру в руки и разобралась Ты такой красивый А забыл о нашей дате Да я помню Сегодня как год мы с тобой вместе Давай за это Света, ну… Ну это прекрасная дата Давай-давай-давай, за вас Свет, я… Давно тебе говорил, нам надо поговорить Боже, какое вино вкусно Давай побывай А с чем? Послушай А в гостинице или у тебя? Да нет, Свет, ну это не час, не лучшее время Времена всегда одинаковые Время немножко изменяется Витюш Нет, спасибо, Свет Пересыпаю, пересыпаю Ну как есть Привет, водная Фух Ну и денек сегодня До свидания прошло блестяще Ты бы мной гордилась А что ты тут сидишь? Ты меня ждешь? Смотри, что я тебе принес Я видела тебя с женщиной Это со Светланой что ли? Ну и так мы зашли в обеденный перерыв перекусить А что ты не зашла? Это Светлана Анатольевна жена нашего генерального и… Поэтому вы так страстно целовались? Ладно Хорошо Допустим Ну и… Что ты себе придумала? Только не надо оправдываться Оправдываться? Мне? Да в чем? Я люблю только тебя Ты что, этого не видишь? А это… Дай руку Я взяла только свои вещи Подожди, 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 подожди Послушай, вот прямо сейчас решается наше будущее И только это важно Ты вообще вспомни, кто ты и кто я Я работаю, я тебя обеспечиваю Тебе что еще нужно, а? Ладно, хорошо, хорошо Хорошо, допустим Я… Допустим, я по-твоему виноват Ладно, иди Пройдись Остынь Подумай о своем поведении И поскорее возвращайся Мы завтра идем в театр Ты не забыла? Мариночке привет Как ты учебу оплатила уже, а? А работу его нашла? Или у тебя есть уже кто-то? Что? 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 Послушай, может ты преубелитиваешь? Но он же тебя так любит, я не понимаю Я тоже не понимаю В салон я уж точно не вернусь Надо как-то жить дальше, поэтому Устройся куда-нибудь У меня есть одна идея Мечты же должны сбываться, правильно? А ты, кажется, хотела стать психологом И начать свое дело Я сейчас не за шуток Мне тоже Короче Давай мы с тобой Откроем клуб для женщин А что естественно возможно Мы напишем свою программу Ты будешь обучать их, скажем Визажу Делать им прически Ну а я Я могу, например Я знаю одного человека Я его попрошу, он сто процентов поможет, я уверена И мы с ним могли бы вести курсы дизайна Или компьютерной графики А еще танцы Ты помнишь, в детстве занимались сальсой? В это время ты поступишь на заочное Обучишься И потом ты сможешь помогать женщинам Реабилитировать их, которые оказались в такой ситуации как Марин Для всего этого нужно специальное образование У меня его нет Нужно разрешение, нужны деньги Где мы их возьмем Я же тебе говорю, ты поступишь на заочное Ты обучишься А... Деньги Мы можем Продать нашу квартиру А на эти деньги мы купим какой-нибудь небольшой домик Под офис В каком-то уютном, миленьком местечке И мы будем проводить там курсы И туда будут приходить эти женщины Мы будем им помогать Ну давай, давай рискнем У нас все получится Послушай, ну сейчас я могу тебе помочь Смотри, я создам крутой видеоблог Мы забабахаем офигенную рекламу Ну сейчас я буду дать нашу квартиру Поехать Ночью Поехали У нас все лечить Мы не можем У меня все лечим Мы хорошо У меня есть лечить У нас все лечить Спасибо вам, Борис Александрович. Да, можно просто Борис. Спасибо вам, Борис Александрович. Не издевайтесь. За советы, за вашу помощь. Кстати, Борис Александрович сказал, что он может по четвергам вести у нас курсы. По вторникам. А. Борис, по вторникам. По вторникам. Супер. Да. Слушайте, я даже маму еще сюда привел бы. Если вы не против. Она меня классно шьет и могла бы тоже преподавать. С удовольствием. Хорошая идея. Отлично. Я очень рада. Слушайте, а как вы вообще планируете назвать это предприятие? Надо же вывеску придумать. Пока не думали. Не знаю, мне ничего в голову не приходится. Да ты не думала. Сейчас есть у меня одна идея. Я-то нашла вывеску. От бывшего хозяина. Оп. Стильная. И есть одно маленькое дополнение. Сейчас. Так. Руки держи. Пожалуйста. Стильная женщина. Ну? Стильная женщина. Женщина. Пожди-ка. А если... Так. Так. Сильная женщина. Мне кажется... Сильная женщина. Сильная женщина. Мне кажется... Хорошо. Прямо. А, привет. Давай недавно. Здравствуйте. 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 Прямо я вам помню. Ну, а так, что я пересеку. Так. Да. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова В общем, так длилось десять лет. Ого. Десять лет выброшенных из жизни. Я завтра подаю на развод. Боже. И я… Я счастлива. Правда. Я живу. Дышу. Мне ведь всего тридцать семь. Спасибо, что вы слушали. Ну, давайте я. Максим, привет. Я новенькая. Я пока еще не решила. Ну, все хорошо. У меня семья, дом, двое детей. Правда, хотелось бы чему-нибудь научиться. Про моей кухни, конечно. Научитесь. Просто слушайте, что говорят другие. Научитесь. Хорошо, спасибо. Можно? Я в девочке в третий раз замужем. Ого. Только, ну, не подумайте, что я какая-то там… Три раза по любви. Правда. Ну, и я зарабатываю неплохо. Но третий, он тоже на мне ездит. Может, это какая-то карма. Вот встречаемся, все окей. Цветочки, ресторанчики. А только вот штамп в паспорте. И опять все по кругу. Я пашу, как лошадь. А они, вернее, он. То работа не та, то зарплата не та. Очень любит болеть. Вот насморк и сразу на диване. Ну, короче, что первый, что третий сидят дома. Вот это что? Это комплекс жертвы? Ну, в общем, да. Давайте, наверное, поговорим об этом. О комплексе жертвы и вообще о наших комплексах. Ну, и вообще о чем-нибудь поговорим. Давайте. Очень рада была вас видеть. Спасибо, что пришли. Ну, что вы. Это вам спасибо. Спасибо. Вы не представляете, как вы помогаете. Спасибо большое. До свидания. До встречи. До свидания. Всего хорошего. Зачем ты пришел? Я собираюсь подавать на развод. Что-то я тебе об этом написала. Ты получил? Когда ты вернешься? Два месяца прошло. Зачем ты это делаешь, а? Ты же знаешь, я без тебя не могу. Зачем ты меня мучаешь? Давай мирно, спокойно разойдемся. Но ты же понимаешь, что у нас не получилось. Что не получилось? Что не получилось? Что не получилось? У меня все получилось. Я люблю тебя. Мне никто больше не нужен. И не думай о разводе. Ты даже не думай об этом. Ты, я, я тебе не дам развод. Девочка моя, я, я жить без тебя не могу. Я есть без тебя не могу. Я спать без тебя не могу. Снежана, я, я, я дышать без тебя не могу. Ты моя жизнь. Перестань. Ну что ты делаешь? Тихочка, Маша, ну, ну, что ты делаешь? Слушай, я уничтожу этот твой притон. Я его уничтожил. Ты моя жена! Должна вернуться! Снежаночка, мы там все убрали уже, закрыли. Спасибо, не стоило. Я бы сама убралась. Это Виктор. Мы как раз с ним говорили о разводе. Да, слушай, ну не смешно же. Ну что ты, прям шутят все время. Здравствуйте. Очень приятно. Заработалась совсем уже. Я вот сижу дома один, как Казанская сирота, подкаблучник. Все. Да. Ну все, мы договорились, да? Я тебя жду дома, да? Ну вот. Приятный молодой человек. А вы, Снежаночка, как-то совсем уж. Ну ничего, все наладится. Ну что, пойдем? До встречи. До свидания. И что я на тебе говорила? Так вот. Получается так, что общество реагирует чаще всего на физическое насилие. И это понятно. Но многие даже не представляют, сколько разновидностей неявного насилия существует в нашей жизни. Как внутри семьи, так и вне этой семьи, в повседневной жизни. Поэтому очень многие воспринимают насилие как особенности характера. Или списывают все это на усталость, на проблемы на работе. Вы можете привести примеры этих видов? Конечно. К примеру, эмоциональное насилие. Вот молодец, Снежа. Профессор. Так и добилась своего. Хоть бы не по своему личному опыту. Да ладно. Молчан. Знакомая ситуация. Правда? А если это длится месяц или два, разве это нормально? Нет. Вот такое вот длительное молчание, которое чаще всего люди воспринимают, как обычную размолвку между партнерами. Лучшая мастер-мастер. Есть самая настоящая психологическая насилия. А, Снежа, горжусь домой. Да? Например, такое, ты как-то странно себя в последнее время ведешь. Или ты прямо как твоя бабушка, потому что у нее все начиналось точно так же. Вот что чувствует человек, когда ему говорят такое? Скажите, вы когда-нибудь слышали о таком понятии, как газлайтинг, то есть эффект газового света? Нет? Ну, проще говоря, это культивирование и подчеркивание неадекватного поведения партнера. Существует еще территориальное насилие. Это контроль над общением с родственниками, с друзьями, запрет такого общения и так далее. Прошу вас, микрофон. Есть ли способы выявить и бороться с такими формами бытового насилия? Конечно. Конечно. В первую очередь, что нужно сделать, так это признаться самому себе или самой себе, что существуют проблемы. Да. Порой это бывает непросто признаться, что при всей успешности ты жертва. Вот именно. То есть, чаще всего, говоря о домашнем насилии, мы произносим это эфемерное понятие «жертва». И как бы отделяем себя от этого понятия, от проблем. Что я предлагаю сделать и что мы практикуем в нашем клубе? Это соединить эту эфемерность с собой. Как бы осознать и принять это. Каким образом? Нужно говорить не «жертва», а, например, попробовать сказать «женщина» или «мужчина», «жена» или «муж», говоря о своей собственной семье. Затем сказать «я» и, наконец, назвать себя по имени. Чувствуете разницу? Вот в нашем клубе мы как раз-таки прорабатываем такие вещи. Мы учимся понимать себя, партнера, взаимодействовать друг с другом, не замалчивать проблему, не скрывать своих чувств и не стесняться их. И, конечно же, эффективно бороться с любыми проявлениями насилия и его последствиями. А что вы скажете на то, что под маркой вашего клуба действует притон для мужчин? Что? И тому есть неопровержимые доказательства. Прошу микрофон. Есть фотоматериалы. Спасибо. У меня есть доказательства. Прошу вас. У меня есть доказательства. А вот эта дама-сводница. Вот, пожалуйста, заявление свидетелей. Простите, а спасибо. Могу я взглянуть, потому что я... Конечно, можете. Пожалуйста, кто-то писал все утро. Простите, пожалуйста. Прошу вас за вас. Пройдемте с нами. Забирайте ее. Забирайте. Как это делаете? Пожалуйста, разберемся. Неожиданный поворот в нашем прямом эфире. Я прошу всех успокоиться. Спокойно. Я обещаю, мы будем внимательно следить за ходом событий и сообщать обо всех мельчайших подробностях. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите, гражданка Завадская. Присаживайтесь. Прохладно тут у вас. АПЛОДИСМЕНТЫ А что, серьезно? Я в этом не разбираюсь, но даже мне понятно, что это дешевый фотошоп. Но себя-то вы узнаете? Ну, отчасти узнаю, конечно. Это мое лицо. Но с таким же успехом меня можно изобразить на слоне, не знаю, где угодно, в космосе. На слоне. Забавно, забавно. Но вот заявление от пострадавших. Вот от мужа Скибы, Светланы. А вот от отца, Натальи Вороновской. Эти женщины приходили ко мне в клуб и обучались полезным делам – танцам, графике, психологии. Ну, позвольте. У вас что, есть специальное образование? Вы понимаете, что ваши действия незаконны? У меня есть лицензии. Я мастер визажа и парикмахерского искусства. Вот именно. А причем здесь психология, графика и танцы? Вы понимаете, что вы обманывали ваших клиентов? Если дойдет дело до суда, будет совсем другой разговор. Заявители подтвердят, что вы занимались незаконной деятельностью. Я просто уверена, что все это организовал мой бывший муж. Я от него ушла, и после этого он мне угрожал. И я думаю, что таким образом он начал мне мстить. Поймите, у нас в клубе никакого притона нет. Я просто хотела помочь этим женщинам… Послушайте, гражданка Завадская, у вас нет никакого законного права вести курсы по психологии и любые другие группы. Клуб придется закрыть. Покажете на выходе. Вы свободны. Музыка Алло. Да, это я. Все в порядке. Она напугана. Я отпустил. Да. Сочтемся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сань! Понятно. Что, опять? Динамо-машина? Угу. Позвонила, сказала, что ей нужен, что Забугора, она и так каждый год ездит, так что… – Так все ж к лучшему. – Ну, конечно. Ну, вот, никогда она мне не нравилась. Ну, не пара на тебя, понимаешь? А кто пар? А знаешь, мне же как-то все равно. Пара, не пара, это какие-то тонкие материи. А в посольство, да еще на такой долгий срок, нужно с семьей уехать. Мне на это довольно-таки ясно, намекнули. Какой нафталин, дружище? Ну, слушай, а в чем проблема, вот скажи? Ну, не интересуют тебя тонкие материи. Подходи к вопросу прагматично. То есть? Сейчас полно брачных агентств. Идешь, заказываешь себе знакомство. И погнал по всем твоим любимым параметрам, понимаешь? Что ты там любишь? Рост высокий, да? Глаза голубые, каштановые волосы, опа, как орех. Так, твоя тема? А по-твоему что, коня выбираю? Да подожди ты со своим конем. Там есть тесты всякие, ну, на совместимость. Ты их проходишь. И на выходе, дорогой мой друг, получаешь что? Что? Надежную жену. Да пошла она вся. Я просто никуда не поеду и останусь там. Ну, хорошо. Пойдем. Пойдем, брат, пив пиво. Пойдем. Обмоем тебя. И твое это, удачное освобождение. Освобождение. Ой. Здравствуй. Мы с Борей приехали. Не могла же я тебе здесь одно оставить? Вы меня здесь к жизни вернули. Спасибо. Честно говоря, надеялась, что хоть кто-нибудь придет, не испугается. Да я понимаю людей, конечно. Такой скандал. Столько пишут в соцсетях. Всякой гадости. Да, несправедливо. Ужасно все. Столько штрафов у нас. Придется все продавать. Только купили кресло. Компьютеры. Все продавать. Послушай, Стиша, ну, а может, я к мужу вернусь? Он у тебя такой… Какой? Я не знаю, как сказать. Ну, так и меня разбрасываются. Нина Николаевна, этот человек хотел посадить меня в тюрьму. А может, он не виноват? Это еще не доказано. Никогда не говори никогда. Я жизнь прожила и знаю. Я тоже хочу прожить. Свою. Сильная женщина. Клуб закрыт. Хозяйку пьянет про нарушение. Не верьте, ходила лично. Сайт закрыт. Ну, вот с Крентом. Было классно. Так. Сильная женщина. Поможем вам найти себя. Консультация с 11-го, Сирковская, 6-й. Ух ты. Заядлого путешественница, любительница, нет. Владелица фэшн-ботика, нет. Заводного, нет. 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 Эти комнаты можно пока в аренду сдать. Каким-нибудь конторам. Могу помониторить. Слушайте, это хорошая идея. Давайте так и сделаем. Потому что уныние – это что? Правильно. Путь к неудаче. Так. А возьмите вот эти коробки, которые потяжелее, а я журнальчики. Ну, сколько можно? Чего? Каким-то идиотом себя чувствуешь. Почему? Ну, потому что пока ты не перестанешь мне выкать, я буду чувствовать себя старым пнем. А я же… Нет, нет. Так это же просто как бы для конспирации. В институте и так все говорят уже, что я бегаю за вами. Серьезно? Ну, да. Я как бы не против. Зачем ты это сделал? А ты? Я же знаю, что это ты. Следователь твой. Комиссии. Штрафы. Да я оплачу все эти штрафы. Вообще этот дом мы можем оставить себе. Или Марине, как ты захочешь. Я подала на развод. Ты еще не поняла. Я никогда, никуда тебя не отпущу. Потому что ты моя жена! Снежанна, прости. Девочка моя, ну вспомни, как хорошо было. Ну, что мы делаем? Девочка моя, я так тебя люблю. Снежан! Снежан, пойдем домой. Снежанна, пойдем домой. Да. За что? За что? Эй, ты чего? Что случилось? Нам надо продать этот дом. Здравствуйте. Здрасьте. Здрасьте. Видно, чей-то муж? Я… Нет. Наоборот, я бы хотел найти себе жену. Я прочёл вас на сайте, что у вас тут… Что у нас тут? Мы уже не работаем. А, извините, вы, наверное, неправильно меня поняли. Я вам всё объясню. Дело в том, что я работаю в посольстве. Помощником консула. И мне предложили должность секретаря-консультанта. Поздравляю. И что? Да. И очень скоро. Мне надо уехать за границу. А, ну, туда надо ехать с женой. А искать её у меня времени нет. К сожалению. Том сказал, что мы тут занимаемся сводничеством. Я прочёл вас на сайте. Отзывы. Понятно. Вы перепутали нас с брачным агентством. Очень жаль. Ну, если у вас тут какие-то психологические тренинги, я с удовольствием оплачу курс. Что у вас за спешка? Я же вам объясняю. Просто… Дело в том, что я получил престижную должность. И меня ждёт очень важная поездка. Но есть пробел. Это заметно, да. Да. А по каким признакам? Видите ли, жену через брачное агентство ищут в себе либо очень неуверенные в себе люди, либо уж простите меня, дон Жуанн. Ну, будем считать, что я неуверенно чувствую себя женщиной. Я бы очень хотел побороть эту неуверенность. Борить. Ладно. Но если вы вдруг передумаете, то вот моя визитка. За спешку вдвойне плачу. Я вам сказала, мы не работаем. Ну, тогда в тройне. Я на столике оставлю. Снежа. А кто это? Почему он приходил? Перепутал нас с брачным агентством. А ты зачем ему отшил, а? Ты понимаешь, что это наш шанс? Это может покрыть наши штрафы. Ты опаздываешь в институт. Да пофиг на институт. Он готов заплатить деньги. А если мы реально ему жену найдем? Ну почему нет? Ты понимаешь, что если я начну искать ему жену, это криминал? Ты понимаешь, что это судьба? Мы вчера мимо ЗАГСа проезжали, я его увидела. А сегодня он приходит сюда. Мы можем открыть новое дело. Как по-твоему я буду искать ему жену? Я не знаю. Я могу сыграть роль первой кандидатуры. Ну, главное в это все ввязаться. А потом ты начнешь ему читать свои тренинги. Будешь давать ему задания, читать какие-то лекции. Все будет по-честному. Я не имею права сейчас проводить тренинги. Окей. Давай это сделаем на нейтральной территории. Ну, так сказать, в полевых условиях. А можете улыбнуться? Ну, как-нибудь по расслаблению этого видео. Так, ей в профиль. Вот туда смотрите. Что? А зачем в профиль? Мы же не в полиции. Так, просто для разнообразия. Вот, смотрите, вот есть, так, ну это затылок, здесь вы глаза закрыли. Вот это хорошее, мне кажется. А, а та предыдущая, нет? Ну, да. Ну, предыдущая, ну, предыдущая чуть самая. Давайте вот эту. Да, эту. Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Теперь анкета. Нет, вот сюда. Вот, сюда. У нас все по фэн-шуи. Так. Цель знакомства. Создание семьи, рождение, воспитание ребенка другое. Создание семьи. Знак зодиака. Что? Близнец. Близнец. Хорошо. Так. Режим дня. Я сова, я жаворонок, я не определился? Не определился? Понятно. А вы выпиваете? Нет. Нет. А что вас раздражает в людях? Навязчивость. Навязчивость. Хорошо. Любимый цветок? Ромашка. Ромашка. Мила. Мне кажется, нам важно начать с внешнего вида. А что, простите, что-то не так? Ну, вы производите впечатление человека в футляре. Ну, у нас на работе все так одеваются. Это дресс-код. Ну, мы же с вами сейчас не о работе говорим. Вы знаете, мне всегда важно выглядеть нормально. Понятно. Нормально. Вы даже спите в галстуке. Да. Вы, кстати, почти угадали. Была действительно такая история к нам, когда шефы приезжали с подарками. Угадайте, что я у них первым делом попросил. Галстук? Да. Неожиданно. И мне тогда лет семь было. И один его с себя снял и мне отдал. И я в нем так всю ночь проспал. А какие шефы? Ну, в интернат к нам приезжали по разнарядке. Ничего себе. А как же вы… Ну, а что, ребенок из интерната не может мечтать о дипломатической деятельности? Да я не мечтал, я просто действовал и поступил. Правда, по льготам, но знания у меня были хорошие, поверьте. А сейчас иду на повышение. Понятно. Ну, с работы у вас все отлично. Надо прорабатывать личные отношения. Да, вот как раз и проблемы у меня с личными отношениями. Ну, понятно почему. Из-за отсутствия семейного воспитания у вас есть пробелы. Вы можете назвать вещи своими именами. Я не обижусь. Да, это правда. Меня никто никогда не любил. И за ручку меня никто не водил. Мы с троим все ходили. К нам ко всем относились одинаково. И подарков под елкой не было. Так что работы у вас выше крыши. Спасибо. Что, Борис Александрович? Доброе утро. Доброе утро. Что, проспала после вчерашни? Да. Ну что, через три пары едем в клуб? Блин, просто планы немножко поменялись. А что-то случилось? Да, но я вам потом расскажу, хорошо? Ура. Роза в табаченном дыму Роза в табаченном дыму Я никогда не увижу Когда мы будем выбирать кандидатуру? Как ты думаешь, у меня пошла бы сигарета? Ты меня слышишь? Ты видела? Я скинула тебе анкету на почту. А ему не стоит закуривать. Подожди, пожалуйста. Мне надо переварить все это. Мне просто жалко его обманывать. Да в чем мы его обманываем? Ты его научишь каким-то своим психологическим штучкам, тренингам, я не знаю. И все. Но если я реально ему понравлюсь? У тебя есть Борис. Борис – это мой друг. А Саша – это мой типаж. И он мне нравится. Ладно. Александр нам заплатил. Я там за штрафы отдала. И еще кое-что осталось. Ты вот такие хотела? Ох, тебе прошу. Не надо меня обнимать. Ну, это же тебе первый подарок от него? Не говори слова типа. Терпить его не могу. Мне очень нравится. Слава Богу. Давай сплоти. Ну вот, таким образом, женщины чаще всего воспринимают излишнюю сдержанность за скупость и черствость. А человек просто боится показать свои эмоции, боится быть смешным или глупым. Вы когда-нибудь дарили женщинам цветы? Ну, естественно. Это банально. А незнакомым? А зачем дарить незнакомым женщинам цветы? Ну, просто чтобы увидеть реакцию для себя. Хорошо. А зачем мне реакция незнакомых женщин, если со знакомыми разобраться не могу? Чтобы получить удовольствие, увидеть радость и удивление другого человека. Вы должны понять, что спонтанные романтические отношения, в них ничего страшного и плохого нет. Это вам позволит избавиться от комплекса застегнутого воротничка. Попробуем? Ну, только если вместе с вами. Зануда. Здравствуйте. Здравствуйте. Можем нам одну розочку? Здрасте. Конечно, можно. Какую цену розы? Пятьдесят. Возьмите, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну что, кому мы будем дарить? Ну, ей давайте. Здрасте. Это вам цветы от этого молодого человека. Нет, спасибо. Ну как, удачно? Угу, да. Ваша очередь. Девушка, извините. Сейчас, перезвоню. Увидел вас и вот захотел подарить вам этот цветок. Ой, спасибо. А это розыгрыш? Да нет. Если вы его не возьмете, она меня уволит. А, поняла. Ну ладно. Ой. Да, спасибо. Спасибо. Прекрасно. На четыре с плюсом. Что вы ей сказали? Ну, сказал, что если не возьмет цветок, то вы меня уволите. Правильно. Ну, пойдемте дальше. Ну, это уже как-то слишком. Вам не кажется? Сами пригласили в театр. Опаздываете. Спектакль уже начался. И что? Земля перевернулась? Не понял. Ну, опоздала. Ну, начался спектакль, или что. Может, ваша девушка каблук сломала, или такси не пришло, или… Черт знает, что могло случиться. А вы ведете себя как зануда. Это что, очередной эксперимент, да? Как вы догадались? Вообще-то, я с вами по театрам не собираюсь ходить. У нас с вами деловые отношения, тренинги. Снежана, это дурдом какой-то. Вы бы сейчас видели себя со стороны, свое лицо. Такое серьезное. Никакой радости в жизни. Кошмар. Ладно, если с театром не получилось, может, пойдем перекусим, а? Ну, пойдем. Спасибо. Здравствуйте. Пойдемте, я вас проведу. Какое интересное место ты выбрал. Неожиданно. Когда-то я была здесь очень счастлива, а потом очень несчастна. То есть? Со своими страхами нужно бороться там, где они возникли. Присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Так что все в порядке. Прости, что? Да ничего. Здесь очень хорошая кухня. Может, я к тебе? Давай. Возьмите меню. Спасибо. Спасибо. Прости. Да ничего. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вот этот столик свободен. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ваши лазаньи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Упс! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И, ты замечательно танцуешь. Я гордился тобой. То есть, ты хочешь сказать, что тебе понравилось, как за мной хаживают другие? Ну, а что, я не должен был так говорить? Не, ну ты меня окончательно запутала. Так, хорошо. А что я должен был сделать? Вытащить тебя оттуда или подраться со всеми? А тебе, разве, не хотелось этого? Какие эмоции ты испытывал? Да я любовался тобой. Я радовался тому, что тебе хорошо. Я опять проиграл, да? Если б твоя девушка вот так вот со всеми танцевала, ты что, даже не переревновал бы? Нет. Ревность разрушает. Честно говоря, тут ты мне ничем не поможешь, потому что я считаю, что если любишь, то ты радуешься тому, чему радуется любимый человек. Ты правда так думаешь или ты придумываешь все это? Я никогда не вру. Снежан. Снеж, я что-то не так сказал? Все хорошо. Ну, спасибо вам за то, что вы меня проводили. Да и не за что. Да ладно. Не бывает не за что. Вы этим нивелируете свой поступок. Так, хорошо. На здоровье. Так пойдет? Просто скажите, пожалуйста. Пожалуйста, Снежана. Завтра придет одна из ваших кандидатур. Очень хорошая девушка, поэтому, пожалуйста, не опаздывайте. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну что, он готов? Что-то я устала. Ты мне сказала, что мы завтра встретимся. Я с парой отпросилась. Ну, завтра так завтра. Сама все это заварила. Сама будешь расхлебывать. Ложись спать. Я улыб fresh. Сама все это заварила. Я улыбמו. Ложись спать. Я улыбнул. Ложись спать. Да. Что незав leave. Привет. 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 Это Марина. Марина от Александра. Александр Марина приехал из Беличи. Очень приятно. Мне тоже. Очень. Так, и что будем делать? Вы меня спрашиваете? Что хотите, то делайте. Мои полномочия на этом заканчиваются. Можем пойти погулять? А мы можем? Перестаньте спрашивать у меня. Вы можете, можете. Идите, знакомьтесь. Гуляйте. Марине очень понравилась ваша анкета. Правда? Вы ее читали? Правда, да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Ты почему босиком просудишься? Ах, да какая разница? Наплевать. Как прошло знакомство? Я влюбилась. Ты даже не представляешь, насколько он потрясающий. Так что никакого обмана, как ты боялась, не будет. Как он тоже влюбился. Я не знаю, мы об этом с ним еще не говорили. Мы так гуляли, ходили в кафешку. Я ему рассказывала про Белич, и пришлось наврать про злую мальчику, у которой я там живу, ну, в общем. А, слушай, ты же понимаешь, что он может сделать тебе предложение в ближайшее время, потому что это его цель – жениться. И как мы будем выкручиваться, когда он поймет, что я твоя сестра, и все это глупые авантюры. Какая разница? Я думаю, к тому времени уже все будет хорошо. Все по-настоящему. Тем более он же сам пришел сюда из чисто деловых соображений. А когда он влюбится, то все будет по-другому. Ну, и какая ему будет разница, кто ты мне? Ну, да. Наверное. Представляешь, я ему сказала, что у меня нет работы, и что я остановилась в общежитии. Так он меня и нашел, пожалел меня. Ты понимаешь, что жалость – это не все, что нужно для таких отношений, которых хочешь ты, именно ты хочешь и заслуживаешь. Ты чего? Мы сегодня только первый день пообщались. И ты сразу влюбилась. Да? Что тут такого? Ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЯ Алло. Здрасьте. А если кандидатура интересная, так в чём дело тогда? Ну, честно говоря, я не думаю, что это хорошая идея. Я не встречаюсь с людьми, с которыми мы закончили работать. Хорошо. Ладно. До встречи. Снежан, я бы хотел вас поблагодарить. И вы меня уже благодарили и заплатили, и получили то, что хотели. Ну, или почти то, что хотели. Вы сами учили меня, что нужно делать спонтанные романтические поступки. Правильно. Только я к этому теперь не имею никакого отношения. Я же вам говорила, что вы нашли кровать. Хорошо. Я… Я скажу прямо. Очевидно, я вас подвёл. Вас и эту девушку. Это как? Дело в том, что я полюбил другого. Бог с вами. А если у вас не хватает мужества сказать о вашей кандидатуре об этом лично, то я её оповещу. Не беспокойтесь. Снежан, ты что не понимаешь? Я тебя люблю. Снежан. Это невозможно, я исключила. Что-то не так. У тебя кто-то есть или ты замужем? Я ещё не развелась, но это не важно. Это не главное. А что тогда главное? Я была в полиции, и на меня звали дело. Мы клуб обвинили в том, что это притон. Ну… Слушай, если ты думаешь, что это как-то повлияет на мою репутацию, то к чёрту её! Снежан, я люблю тебя, и это главное. Я не хочу никуда ехать и жениться непонятно на ком. Послушайте, между нами исключительно деловые отношения. Я просто выполнила условия договора, вот и всё. И вы просто принимаете желаемое за действительное. И ещё и запудрили голову этой девушки. Это неэтично, а с моей стороны вообще непрофессионально. Вы хорошо справились со всеми тренингами. Я молодец. У вас замечательная кандидатура. Хорошо, я понял. Извините. Дача. Поехали. Всё на сегодня. Всем спасибо. Коваленко, можете, пожалуйста, задержаться? У меня к вам вопросы по курсовой. Простите, я безумно, безумно спешу. Я же всё сдала. Да, так я знаю, но мы же договорились задержаться и позаниматься в винеурочной. А, блин, я забыла. Давай я завтра заскочу. Как это заскочу, Марин? Там такой эксклюзив. Или что, тебя это больше не интересует, то почему? Что-то случилось? Я влюбилась. В кого? Ты его не знаешь, но я вас обязательно познакомлю. Да нет, мне надо нас познакомить, спасибо. Спасибо, что сказала. Угу. Хорошо. Идите, студентка Коваленко. Отлично. Тогда до завтра. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. А, вот это поворот. Чем дальше, тем интереснее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пока. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Говори. Мариночка, уговори вернуться. Ты что, вообще того или что? Ты мне сказал, что хочешь поговорить по поводу развода. Я первая буду против того, чтобы она к тебе вернулась. Ты понял? Подожди, послушай, послушай, мне, мне не с кем поговорить. Я, я так скучаю. По нашей жизни. По тому, как ты к нам приходила, мы пили чай. Какая у нас дружная была семья. Слушай, так ты же сам все разрушил. Ты обидел мою сестру. Ты отнял у нас наш клуб. Все, Снежана подает на развод. Да, я виноват, потому что я дурак. Я потерял ее. Я потерял все, что у меня было. Я что могу сделать? Послушай, я так не могу. Снежана не хочет меня видеть. Я так скучаю. Я дышать не могу. Ты сам виноват. Да? Ты так в этом уверена? Прости, пожалуйста, я пойду. Хорошо, подожди. Я тогда тебе кое-что покажу, ладно? Послушай, что бы ты мне не показал, я всегда была, есть и буду на стороне своей сестры. Ты понимаешь? Хорошо. Две секунды. Прости, я… Я не хотел тебе это показывать. Поедем ко мне. Мариночка, ты прости меня, но я должен был тебе это показать. Но в конце концов, Снежана имеет право на свою личную жизнь. Ты успокоишься. Мало ли что, в жизни бывает. А сахар, мед. Слушай, уже поздно, я тебя сейчас домой отвезу. Снежана, наверное, волнуется. Она же знала. Я ей говорила. Что говорил? Что там у вас вообще произошло? Она же сама меня с ним свела. Она знала, что я влюбилась в него. Почему она мне не сказала? Ну, может, она хотела, чтобы никто об этом не знал. Кто не знал? Почему? Ну, я, например. Я, если честно, вел себя не очень-то. Она испугалась, наверное. Я ее люблю и шнадил глупости. Да, она, твоя сестра, но что ты знаешь обо мне? Поверь, в любом, в любой ссоре всегда виновата. Я свою вину не отрицаю. Да, я не обидел ее. Так я же ее не обижала. Почему она так со мной поступает? Она же никогда мне не врала. Я не знаю. Ты можешь ответить, что я не все-таки волнуются? Я не знаю. ЭКЛИНИЕ Это шün frågor related Lionel. А, Борис, прости, что беспокою, так поздно. Марина сейчас не с тобой, не видела ее. Она была на занятиях сегодня? Ясно. Просто она говорила, что у вас какие-то дополнительные там занятия сегодня. Я поняла. Хорошо. Извини. Пока. Можно я у тебя останусь? Ну, конечно. Конечно. Нет, конечно. Ответь все-таки. Да. Да, я у девочек в общежитии. Да, нормально. Завтра курсовая. Слушай, я же не маленькая, мне не пятнадцать. Ложись спать, все будет нормально. Я у девочек поживу до экзаменов. Я хочу ее вернуть. Так что я теперь могу. Ну, ты действительно любишь этого, как его… Саша. Ну, да. Да. Думаю, да. Ну, тогда нам ничего не остается, кроме того, как простить и принять. То есть? Ну, если ты останешься с ним, Снежанна вернется ко мне. Я сомневаюсь. Вернется. Не потому, что ей не на что жить. Если тебе так нужен твой Саша, то сделаем все, чтобы он остался с тобой. За любовь надо бороться. Ты уверен? Конечно. Я борюсь. Вот и помоги. Себе, мне и ей. Это ее дом. Она моя жена. Да, привет. Да, все по плану. В парке развлечений. Угу. Хорошо. До вечера. Ты вернется. Ты просто неприятный. Ты же бер smash here. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Марин, я разговаривала с твоими однокурсницами, они сказали, что ты не ночевала в общежитии. Почему ты мне врёшь? А почему ты ходишь за мной? Ты мне кто, мама? Подожди, я волнуюсь. Ну, что с тобой такое? Я была у своего жениха, понятно? У нас же всё по плану, правильно? Ничего не поменялось? Да, по плану. Вот и отлично. Привет, Марин. Ты хотела поговорить, вот он, я. Да, я сказать тебе кое-что хотела. Если у тебя есть ещё какие-то обязательства, я не буду мешать. То есть? Ну, если есть ещё какие-то кандидатуры… Марин, нет больше никаких кандидатур. Точно? Точно. Ну, если ты хочешь знать, а мы с тобой должны доверять друг другу, то я делал ошибки. Но больше их не будет. Пойдём. Точно. Привет. Привет, привет. Как успехи? Я тут на всякий случай ужин приготовил. На какой такой случай? На случай, если ты придёшь. Я же не знал, а вдруг бы ты у него осталась. Да нет. Он мне предложил даже. Так и проводил только. Надо, что предложил. Надо как-то ускорить этот процесс. Как? Он слишком серьёзный. Надо подумать. Надо условия создать. Условия? Ну… Допустим, он скоро летит за границу. Вот как. Любопытно. А с кем? Он что, вам обеим голову морочит? Нет. Он говорит, что у него есть только одна кандидатура. Кандидатура. Странное слово для женщины, которую любишь. Ладно. Я тут подумал. Есть у меня один план. Ты должна для него стать необходимой. Понимаешь? Ты должна стать самым главным в жизни. Ну, всё к этому и идёт. Мы и общаемся, он же… Это всё слова не из любовного лексикона. Страсть. Безумие. Счастье. Это приходит на грани. Понимаешь? На грани жизни и смерти. Виктор, ну это как в каком-то плохом романе. Да нет, милая. Это жизнь. Моя жизнь уже рухнула. Хочешь, чтобы твоя рухнула? Тоже? Ладно. Слушай меня. И не перебивай. Ну, сыночек, ты ужинать собираешься, а уже всё остыло давно. А что, Марина не приходила? Мама, а почему она должна приходить? Ну, как? Мне показалось… Тебе показалось. Я не могу, я не могу. Твои родные не против, что тебя долго нет? Саш, ты если хочешь, чтобы я уехала, давай так и скажи. Ладно? Да прости. Но я не это хотел сказать. Я имел в виду, ну они же волнуются. Не очень. Они и волнуются. Я там никому не нужна. Да, если я приеду, пойдут сплетни. Конечно, они будут обсуждать. Городок же маленький. Послушай, тебе не надо никуда возвращаться. Я же сказал, я больше не буду никого искать. Правда? Правда. То есть это предложение? Ну, да, наверное, да. Вот этим ты мне и нравишься. Чем? Ну, вот этим своим, наверное. Без всяких там красивых увиливаний. Странно, а я, наоборот, этим никому не нравлюсь. А мне нравишься. Слушай, а ты в клинике был уже? Нет, но мне в любом случае надо пройти медосмотр перед поездкой. Ну, не только же перед поездкой, еще и для контракта. Какого еще контракта? А тебя не предупредили? Нет. Для брачного. Ну, по условиям агентства, ты же сам понимаешь, что они перестраховываются для того, чтобы потом избежать иска. Ты должен принести справку о состоянии своего здоровья. Ну, там, наследственное заболевание или твое психическое состояние. И это сделала еще при подаче анкеты. Все так серьезно? Это простая формальность, но это нужно сделать. Ну, надо так надо, но мой врач будет только через две недели. Он в отпуске. Это поздно. Ну, если ты решил, то вот да, поздно. Я знаю одну клинику. Там работает брат моей мачехи. Мы можем сейчас пойти и все сделать. Или ты... Никаких или, я же сказал. Пойдем. Вы уже были у терапевта? Да. У психиатра? Да. Прошу на рентген. А, я не могу понять, а где есть паре болезни? Аля, Вить, он пошел на рентген. Тебе не кажется, что это уже слишком? Снежаночка! Снежана! А, ты здесь? Здравствуй, что это у вас, двери все настежь? О, что ж такое происходит? Что вы, что-то новенькое затеяли? Вам разрешили работать? Нет, нам не разрешили работать. Готовый клуб к продаже. Марине скоро понадобится это, как его называют? Нет. А, приданное… Так что… Так. Какое приданное? Снежана, ты шутишь? Нет. О, Господи. Бедная Боря. Как же… Как же так? Он любит ее? Я это точно знаю. Как-то так. Марина влюбилась. Влюбилась. Беда как? В чем беда? Хоть быть счастливым. Ну да. Скажи, пожалуйста, а Боря про это знает? Знает свою сестру. И уверена, что она сказала им об этом? Ну… Знаешь, я… А что тебе сказать, что… Ошибку совершить легко, а… Потом наглянулась… А вся твоя жизнь – это только одна большая… Ошибка. Музыка… СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стой. Может, это ошибка? Марина, тебе сейчас лучше уехать, я сам разберусь. Подожди. Ну, врач же сказал, что это лечится. И тем более ты говорил, что у тебя нет никаких болей. Слушай, я же не врач. Он сказал, что эта разновидность протекает без боли даже на последних стадиях. И что с диагностикой я опознал. Так. Я тебя не брошу. Мы вместе со всем справимся. Я тебя люблю. Марина, давай не сейчас. Мне надо побыть одним. Привет, старик. Слушай, дело есть. Ты был вторым в очереди после меня на поездку, да? В общем, теперь будешь первым. Саша, ты сошел с ума? Подожди, тебя же берут. А я вынужден отказаться. Мне надо пройти обследование. В смысле? А что случилось? Короче, у меня возникли проблемы со здоровьем. Мне нужно пройти кучу консультаций. Это займет много времени. Так что можешь готовить документы. Дружище, я сочувствую. В душу лезть не буду. Но это точно? Ничего не знаю. Но рентген не врет. Все, пока. Ну что, ты готов кушать? А что ты делаешь? Это все надо сжечь. Ну ты чего? Я с тобой, мы со всем справимся. Марьяна, только не надо меня жалеть, хорошо? Слушай, как бы нам с тобой так договориться, я хочу побыть один. Я хорошо. Только не обижайся. Просто это... Ну, это... Проблема во мне. У меня все очень круто поменялось и... Не надо осмыслить. Да, конечно, я понимаю. Хорошо. Я... Я пойду там. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Прости, пожалуйста, я очень много думала, и я все поняла. Только не перебивай меня, послушай, пожалуйста. Я все поняла. Мы делаем все неправильно. Вообще так нельзя. Так нельзя. Во-первых, ты очень многого не знаешь. Во-вторых, ты не знаешь, что я люблю тебя. А мы что, снова на «ты», да? Я опоздала? Угу. Прости. Не понимаю. Я не хочу, чтоб ты была несчастна. Тебе хочу идти. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В общем, жду от всех самостоятельную работу. Желаю удачи. Спасибо. 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 Да, увидимся. Пока. Слышал, ты выходишь замуж? Это правда? Наверное. Что значит «наверное»? Ты не уверена? Тогда зачем? Слушай, во всём я уверена. По крайней мере, в себе. Ну, этого же мало, Марин. А кто этот твой избранник? Он вообще тебя любит? Да. Наверное. Просто он... Я ему нужна. Это сейчас самое главное. Странно это всё. Ну ладно. Ну, пусть только попробует не любить. Я ему быстренько фейс начищу. Спасибо, конечно, но не надо этого всего. Ты в этом ничего не понимаешь. Это про любовь. Ну, конечно, я в этом ничего не понимаю. Марин, привет. Мне надо с тобой поговорить. Да подожди ты, пожалуйста, послушай меня. Мне тоже нужно кое-что прояснить. Я... Марин. Я собираюсь продать дом. Часть денег твоя, потому что тебе сейчас они понадобятся на новую жизнь. А остальную часть я дам за долги. Ты знаешь, я думаю, тебе нужно вернуться к нему. И вообще, мне кажется, что ты слишком преувеличиваешь. Ты как-то меня запутала и сама запуталась. Ладно, извини, мне нужно бежать. Давай потом созвонимся. Привет. Ну что, как он? Когда переезжаешь? Я не знаю. Я пока просто ему ввожу продукты и так кое-что готовлю. Ну, слушай, мне не нравится уже эта затея. Ну, окей, ладно сейчас. Ну, через неделю, через две. Дальше что будет? Я слышала, что Саша хочет полностью отказаться от поездки. Он собирается пойти обследоваться. Послушай, я не знаю, мне страшно. Ничего. Все будет хорошо. Не волнуйся. Ну, конечно, просто надо как-то ускорить процесс. Чтобы наконец все встало на свои места. Ну, как? Я не хочу, чтобы он думал, что я ему вру. А если он пойдет к врачу, он с ним поговорит, обследует, кто-то ему все расскажет. Ну, ты-то в любом случае ни при чем. А потом, когда Снежана будет со мной, а ты с ним, все будет проще. Отпраздновайте врачебную ошибку и идет с концом. Но ты молодец. Конечно, ты права. Какие-то симптомы должны быть. У него нет никаких симптомов. Он ходит все время грустный, немного унылый. Да, но это же не симптом. Естественно. Держи. Что это? Ну, это вызовет легкое головокружение. Ну, максимум сонливости. Ну, симптомы недомогания. А потом мой врач все объяснит. С профессиональной точки зрения. Я уже с ним договорился. А если Снежана к тебе не вернется? Я с ней говорила. Говнется. Вернется. У меня сейчас проблема, которую могу решить только я. Она обманута любовником. Потеряла твое доверие. Ну, разве не так? А для нее моральная сторона жизни – самая главная. Ты любишь свою сестру? Пойми, только я буду с ней всегда рядом. И в горе, и в радости. И она скоро это поймет. Беги. А, подожди. На, возьми на расходы. Может, не надо. Ну-ка, что не надо? Подожди, что не надо? У тебя же сейчас нет светств. Ну, мышцы вы не чужие. Спасибо. Пожалуйста, не бойтесь. Пожалуйста, не бойтесь. Я буквально на минуту. Я сейчас прихожу сюда, смотрю на окна. Прости, я знаю, что я последний сволочек, но мне надо сказать тебе пару слов. А ты разве еще не все сказал? Нет, не все. Снежанна, я тебя очень прошу, подумай. Тебя никто не будет любить так, как я. Ты можешь жить, как хочешь. Ты должна знать, что я всегда буду тебя ждать, сколько бы ни прошло время. Только тебя. Я всегда тебе помогу. Даже если мы станем совсем чужими. Тебя. Тебя. Знаешь, я только сейчас понял, кого я потерял. Все остальное я без того. Ты должна это знать. Прости. Тебя. Тебя. Марин, спасибо тебе большое за прекрасный ужин. Пожалуйста. Ты, если захочешь, я могу каждый вечер для тебя такое готовить. Ну, ну таки, что на работе? Отпуск дали, все в порядке? Ну, насколько может быть в порядке в моей ситуации, но отпуск дали, да. Хочешь еще вина? Вина хочешь еще? А, да. Давай, давай. Будут некоторые неудобства. Если хотите продать быстрее, ну, придется потерпеть с посетителями. Кстати, сегодня первые будут через три с половиной часа. Выводьте дома. Возьмите ключи и приводите людей, когда вам удобно. То есть, вы не останетесь здесь до продажи? Не знаю, как получится. А в каких пределах я могу снижать сумму? Разумных. До свидания. До свидания. ЗВидимо проверяйте? За речей вongenűнинionet весеная мощность. Для мероприятияоту и минули до заведущих сюда. Да. Да! Ольга енварь. Те sei bipartisan сомлинной. По заявке разрешctorом видео. КОНЕЦ 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 ТРЕВОЖНАЯ Что ты со мной возишься, как с маленьким, ну? Я врачу позвонила, а мы на следующей неделе едем на рентген и повторные анализы. Давай. Давай. Тебе нужны витамины. Фу. Расскажи мне, что ты чувствуешь? Какие симптомы? Спать все время хочется и жутко тошнит. Фу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я давала ему вот это Что это такое? Марина, а что это? Я не знаю, что теперь делать Скорую вызывать Не надо, пожалуйста, я боюсь Да ну, чего ты боишься? Он же может умереть, ты понимаешь? Помоги ему, пожалуйста, говори, что делать, давай Воду неси Много воды и таз Да, сейчас И полотенце намочи Полотенце, зайдите в тебя Вода, вода Вода, давай, давай Хорошо, хорошо, хорошо Хорошо, хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, давляпалась в нехорошую историю Ну, это еще нужно проверить Так Я сейчас позвоню знакомому врачу Вызову его сюда Откроешь А я это отнесу в лабораторию к другу Пусть проверит На всякий случай Все понятно? Так Врать будет? Я позвоню Сиди, жди Сиди, жди Сиди 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Где моя сестра? О, ты заговорила. Слушай, я так давно не слышал твой голосок. А где твоя сестра, я не знаю. Я не виделся с ней с тех пор, как мы расстались. Откуда тогда у тебя ее вещи? Это что такое? Она что, тут жила? Почему? Почему? Действительно, почему? Ты сама не хочешь подумать об этом? Например, о себе. О своем поведении. О своем вранье. Я спасаю наш брак. Я тебе прощаю все. А ты здесь ходишь, как робот. Слушай, не ценишь то, что я для тебя делаю. Я, ты не поняла, что я единственный, кто тебя любит. По-настоящему. Что ты с ней сделал? Я сделал. Что я с ней сделал? Ну, что ж, я просто вот показал ей вот это. Ты предала свою сестру. Я спас тебя. Ты еще этого не поняла? Не, не надоело, что ты меня все время игнорируешь. Ты моя жена! Все равно, отдумайся, но ради кого? Ради чего ты хочешь меня променять? Ради этого ничтожества? Ладно, давай, иди. Иди. Иди к своему любовь. Давай. Я тебя не отпущу. Ты будешь со мной! Ты хуй! Ну что, ты этого хотела, да? Ну, ничего. Ради него! Я буду тебе скоро... Ну, что там? Это белый уголь. Как основа. То есть, основа чего? Ну, здесь есть вещь поопаснее. Примесь зоопестицида. Это точно? Да. Обычно этим уничтожают бездомных животных. Но откуда это у тебя? Леш, спасибо большое. Спасибо. Подожди, подожди. Ее нельзя сейчас трогать. Ты что сделал? Ты убил ее? Она имеет... Тише, тише. Тише. Я вызываю скорую. Тише. Алло, скорая? Нет. Хм! Продолжение следует... Все в порядке. Ты в безопасности. Его больше не будет. Я с тобой. Я люблю тебя. Субтитры подогнал «Симон»!